в эфире программа время жить и здравствуйте меня зовут алена и в течение 15 минут мы с вами поговорим о самом главном о здоровье и здоровом образе жизни если верить специалистам то скоро мы сможем консультироваться с врачом по интернету не посещая поликлиник пройдет год-два и электронное здравоохранение и телемедицина станут делом привычным но что же это такое телемедицина и пришла ли она уже в рязань идея передачи информации о состоянии больного на расстоянии появилась задолго до появления понятия телемедицине в рязанской области первым центром по телемедицине стал областной кардиодиспансер здесь проводятся ежедневные сеансы связи с первичными сосудистыми центрами в области доброе утро значит к нам сегодня утром 10 в 7.40 поступил больной ялыш Виктор Федорович 67 лет и с гермишем ранее никогда проблем не было сердцем с вчерашнего обеда болевой синдром лучше переправлять потому что может быть рецидив болевого приступа вот поэтому мы связываемся со всеми первичными сосудистыми отделениями центрами которые у нас расположены во всей рязанской области они находятся сасово скопин косимов шилова ряжк 11 городская больница это городской первичный центр они все выходят к нами на связь и ежедневно мы обсуждаем всех поступивших к ним больных за сутки которым мы можем эту помощь оказать телемедицина представляет возможности например для врачей из глубинки для связи с ведущими клиниками профильными специалистами и в том числе светилами медицины для консультации в наиболее сложных случаях а пациентам дает право получить квалифицированную помощь даже если они живут за сотни километров от медицинского центра владимир поступил в областной кардиодиспансер после инфаркта сам живет в ряжске почувствовал себя плохо на огороде вызвал скорую и после кардиограммы уже в ряжской больнице в срочном порядке был доставлен в рязани то есть вот своевременное обращение за медицинской помощью она позволяет нам включить все вот наши ресурсы все технологии потому что видите человек с ряжска сразу моментально врачи определяют что подлежит стентированию то есть кардиограмма не смотрели болевой синдром то есть классика жанра и сразу они его отправляют для того чтобы провести стендирование зато мы смогли спасти миокар сегодня передача медицинской информации на расстоянии мероприятие не исключительное а плановое такой положительный опыт рязанской области по внедрению телемедицинских технологий сыграл свою роль накануне рязанский кардодиспансер заключил соглашение в сфере телемедицины с российским кардиологическим научно-производственным комплексом таким образом кардиология экстракласса теперь доступны и рязанцам вадим левин автор произведения написал поучительное стихотворение для маленьких детей его героиня глупая лошадка гуляет по улицам в новых галошах словно человек но знал ли автор что в определенных обстоятельствах шаг лошади полностью имитирует шаг человека а после следующего сюжета нам предстоит усомниться в правильности выбора автором образа глупого животного ведь лошадь это не только друг человека который все ему прощает порой она становится незаменимым помощником который невозможное превращает в реальность впрочем смотрите сами варваре всего семь лет но диагноз у девочки по взрослому серьезный чтобы научиться сидеть она в два года пришла за помощью не к врачу а к лошади теперь занятия здесь у варе проходит всегда с факелом они уже давно приятели мама девочки говорит что положительный динамик от занятий есть появился тонус мышц спины и в ногах а главная девочка с помощью таких занятий научилась сидеть вот через два года занятия она у меня стояла на лошади и уже вот я просто поддерживала сзади ехала сзади нее она стояла то есть стоя на лошади и баланс вот этот вот держала не выпрямились коленки вот очень хорошо спина очень хорошо не удержаться начала ипотерапии это лечение движением лошади суть его в том что благородное животное при ходьбе совершает те же колебания что и человек у лошади очень сильное биополе плюс езда верхом заставляет включаться в работу все основные группы мышц в том числе и пораженные это происходит рефлекторно просто чтобы удержаться в седле животного и в результате даже обездвиженные больные начинают восстанавливаться во-первых ипотерапия вот как нет нет похожих людей и для каждого человека ипотерапия до понятия и занятия будет происходить в соответствии от заболевания то есть кому-то нужно просто посадить и покатать а кому-то нужен специальный комплекс упражнений разработанных для того чтобы улучшить координацию движения расслабить или напрячь мышцы в зависимости от хода течения заболеваний что благотворно влияет это во-первых шаг лошади это не просто шаг и даже лошадь на наши не совсем обычно не каждой лошадь далеко не каждая подойдет для занятий ипотерапии а у лошади он шаг соразмерен шагом человека то есть и когда мы сажаем ребенка да особенно ребенок который не ходит садясь на лошадь он получает вот эти импульсы колебания как если бы он сам шел то есть нагрузка соразмерно той нагрузки которую получает здоровый человек при ходьбе что позволяет ребенку да уже задать вот именно напряжение тех вот мышц если пошел сам то есть сам здоровой походкой шоу на конюшне антон занимается всего два года но уже не представляет как жил все это время без лошадей и хоть ипотерапии это не только радость общения с животным но и тяжкий труд антон мужественно терпит любую боль потому что понимать что именно здесь и сейчас продвигается к выздоровлению я считаю что занятие очень полезность на ушне и мне помогает мышцы мышцы расслабляет напряженные мышцы так что советую всем другим тоже заниматься как не каждый человек может стать врачом так и не каждая лошадь будет лечить в такой терапии участвуют животные постарше не такие строптивые резкие как молодые жеребцы факел уже больше 10 лет и он в полной мере как и любой врач осознает свою миссию и ответственность благородный доктор не реагирует на крики и шалости и спокойно терпит детскую любознательность у этих детей знаю я уже ему доверяю варвару потому что так страшно посадить чужой лошади я бы наверно побоялась а на него свободно сажаю никаких у меня нету к нему боязни что она упадет или как-то у нее скинет очень спокойно он приученный вот очень умный он знает когда занятие заканчивается уже начинает подходить завершает сам занятие просит вот с ней он вообще хорошо держит вообще он мне кажется позволяет все когда стояли на коленках но вы держите у него даже никаких не было как реакции что он там против этого занятия в россии более 70 тысяч детей с дцп ипотерапия реально может им помочь но официальной медицины нет такого вида лечения а значит и нет государственной поддержки к примеру в германии сеансы с лошадьми входит социальное страхование каждый человек может посещать занятия с животными так же как и ходить на прием врачу терапевту ко всему прочему верховая езда рекомендована и взрослым в особенности тем кто проводит много времени перед компьютером или несет большие умственные нагрузки общение с лошадью снимает стресс и минимизирует его последствия благородное животное буквально отдает свое тепло ведь температура тела лошади на полтора градуса выше температура тела человека на сегодняшний момент проблема избыточного веса становится наиболее актуальной и обсуждаемой а заповеди похудения достаточно просты и понятны ей нужно есть пять раз количество пищи должно быть столько сколько помещается в один стакан например в такой вот и главное помнить что вода важнее чем еда в день ее нужно выпивать два литра а это семь таких стаканов но что делать тем для кого лишний вес и ожирение это уже диагноз на желудок как гармошка он имеет складки если человек много ест желудок увеличивается в несколько раз каждый килограмм это лишний километр сосудов и поэтому естественно кровообращение вы нужно работать в чрезвычайно большом режиме особенно сердце это прямой путь гипертонической болезни отсюда инсульт и отсюда и все остальное поэтому хирурги решили помочь в этом плане своими агрессивными методами из чего исходили хирурги хирурги которые занимаются ожирением их в общем то теперь по новой наркотуре называют хирурги бариатрические от понятия ожирение когда диеты не помогают врачи прибегают к хирургическому вмешательству они проводят операцию по уменьшению желудка при наблюдении за больными страдающими различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта было отмечено что если человек избыточный потребляет скажем продукта растительного состава или иногда от некоторых проблем возникает попадание волос желудок там образуются комки это трихобезар если это волосы и фитобезар если это растительное происхождение клетчатка по сути своей они как бы закрывают просвет желудка уменьшая его объем и люди начинают худеть и когда выяснили эту причину поняли что если есть инородное тело большого размера в желудке то она как бы выключает гормон грелин который ответственно насыщение операция бандажирования состоит из двух частей первый этап уменьшение желудка у этого пациента желудок был два с половиной раза больше нормы и вмещал почти ведро еды чтобы почувствовать сытость он был вынужден съедать огромные порции уменьшив желудок хирург сделает так что пациент не сможет больше есть много желудок уменьшится до размера стакана на верхний отдел желудка накладывается манжета силиконового материала с наличием порта для введения жидкости для регулировки степени сдавления это позволяет опять же обманным путем организма создать малый желудок объемом 50 миллилитров и узкий проход в основной желудок и когда человек потребляет пищу он получает быстрое насыщение и начать терять вес после операции пациент волей-неволей начнет худеть и станет употреблять столько еды сколько нужно для здоровой жизни в рязанской области такие операции проводятся часто и эффективно выражаясь современным языком чтобы не париться с лишним весом партись в бане о пользе русской бани нам известно еще от наших предков кстати когда-то это было единственным доступным способом а главное с пользой для здоровья помыться кстати мылись наши предки перед ритуалом парения после только ополаскивались а любви русского человека к культуре банного отдыха известно на протяжении столетий интерес к посещению русской бани не убавился и сегодня сергей дебинок парильщик со стажем а бани он знает все и даже больше это изумительная скажем так система наших предков вот система поддержания здоровья система оздоровления и система лечения то есть многие болячки просто раньше лечили в баню как известно баня не только парит баня правит тепло вода пар резкое изменение температуры массаж первый принимает на себя воздействие этих факторов кожа защитница организма она умеет дышать и этим помогает легким выводит из организма шлаки и после работы во слава организма сама приобретает эластичность и упругость ритм большого города скажем так вот средства массовой информации то есть они пытаются нам что-то внушить и по сути ну вот так это та же музыка вот они сбивают тебя с твоего ритма который дан тебе природой который и поддерживает твое твое тело в определенной ноте звучания и вот баня убирая вот эти вот вот эти вот это чужое звучание которое не есть ты собираясь в баню необходимо подумать что следует взять с собой главным атрибутом был и остается веник и веники различные ну как вот я говорю то есть дубовый это для тела там березовый для души женский есть веник изумительный то есть это липовый веник он собирается когда липо цветет то есть мягкий такой замечательный однако выбор веника это только пол дела правильно париться может далеко не каждый это целое искусство и приемы веничного массажа также разнообразно веник от как дирижерская палочка вот веником веником не хлещет веником веником работают веником веником нагоняют пар веником гладят веником делают при парочки то есть веник он должен гулять по телу то есть это хлистать это все от лукавого на самом деле не от большого ума как таковой школы банного мастерства не существует большинство парильщиков самоучки многое постигается на практике а в повышение профессионального мастерства помогают различные конкурсы надеюсь все что вы увидели вам было интересно я с вами прощаюсь будьте здоровы до свидания а